Об украино-российском конфликте снова активно заговорили во всем мире. С фронта на Донбассе практически ежедневно стали приходить вести о погибших или раненых гражданских и военных. На передовую экстренно выехал президент Владимир Зелянский. Но Украину и западные страны обеспокоила концентрация российских войск не только на линии фронта. В сети стали появляться десятки видео от очевидцев переброски военной российской техники. А по данным расследователей проекта Conflict Intelligence Team, такой концентрации российских войск у границ Украины не было с 2015 года. Роза прибыльных артиллерийских танковых из-за Урала уже идет пересувание техники и персонала на достаточно высокий уровень. СМИ России и под контролем ей ЛДНР, в свою очередь, обвинили в стягивании военной техники Украины. Активизацию передвижения российских военных в Кремле объяснили довольно лаконично. Российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считают нужным, в том виде, в котором считают нужным. Это не должно ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности. Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира. А второй, приближенный к Путину человек, куратор украинского направления в Кремле Дмитрий Козак, информацию о военной угрозе со стороны РФ прокомментировал саркастично. Команда «Квартал-95» решила поставить свой талантливый спектакль под названием «Военная угроза». Реальных намерений развязать полномасштабную войну вряд ли такие намерения есть. Но при этом добавил, что на защиту Донбасса Россия встать готова. Официально Кремль продолжает гнуть линию о непричастности к военным действиям на территории Украины и в своем информационном пространстве создает картинку эскалации руками Киева. Так, например, в Кремле подытожили недавний телефонный разговор Ангелы Меркель и Владимира Путина. Российский лидер обратил внимание на то, что обстановку там нагнетает Киев своими провокационными действиями. Лидеры России и Германии призвали обе стороны конфликта проявить сдержанность и активизировать переговорный процесс. Но в итоговом сообщении немецкой стороны напротив говорится, что Ангела Меркель потребовала от Владимира Путина отказаться от усиления российского военного присутствия вблизи Украины. Сделаются всяческие акценты на том, что войну готовит Украина, что это Украина стягивает войска, что Украина собирается напасть на Донбасс, а, соответственно, Россия занимает оборонительную позицию, она, если что, придет на помощь Донбассским республикам. Америка и Евросоюз всерьез восприняли военные манипуляции России. Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки в ближайшие недели военных кораблей в Черное море в знак поддержки Украины. А Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после маневров российских войск у границ Украины. Американские и украинские президенты провели первый телефонный разговор после начала каденции Байдена. Мы видим этот звонок президента Байдена до Зеленского. Это важный сигнал поддержки с боку Соединенных Штатов, что Украина остается в радаре интереса Вашингтона. И мы знаем, что тоже был такой звонок премьер-министра Великобритании Джозефа Бореля из Брюсселя. Так же происходят двусторонние контакты между Министерством обороны Украины, Пентагоном, Министерством обороны Великобритании, с штаб-квартирой НАТО. И вот ожидается еще и разговор с лидерами Германии и Франции. То есть это все в совокупности говорит не только о поддержке Украины, но это, я думаю, еще и политические сигналы России, что реакция на какую-то возможную новую агрессию будет иной, чем в 2014 году. Воевать за нас не будут, но все-таки поддержка Украине и, наверное, санкционная реакция будет гораздо более серьезной, чем это было в 2014 году. По мнению ряда политологов, нынешнее поведение России не ново. Демонстрация военной мощи – это тот язык, на котором начинает говорить Кремль, когда не может добиться своего. Плюс Украина снова активно обсуждает с Западом перспективы вступления в НАТО, который, к тому же, в мае будет проводить учения, отрабатывая переброску подкреплений к границам Украины и в Черноморский регион. Беспокойство вызывает и довольно продолжительный застой в минском переговорном процессе. На мой взгляд, то, что сейчас происходит такая активизация американской дипломатии, я надеюсь, что и европейская дипломатия активизируется. Это крайне важно для того, чтобы немножко разрядить ситуацию. Сдержать россиян от этих бряться неоружием и немножко их отодвинуть от Донбасса. И, конечно, сейчас надо максимально активизировать переговорный процесс для того, чтобы вывести его из того тупика и кризиса, в котором он оказался в январе месяце. По сути, сейчас в российско-украинском конфликте на Донбассе происходит рецидив войны малой интенсивности после полугода относительной тишины на фронте. Что именно задумал Путин, собирая своих военных у украинских границ, эксперты могут только предполагать. И надеяться, что до полномасштабной войны дело не дойдет. Возможно, ситуация прояснится после переговоров советников-лидеров нормандского формата, которые состоятся 19 апреля. Пока это выглядит, как шантаж, но просто у всякой эскалации есть своя логика, она может усиливаться. И даже если в этих условиях какая-то малейшая провокация, какой-то инцидент может стать спусковым крючком для больших военных действий. В короткостроковой перспективе в найближчим часом не следует очікувати якоїсь такой операции. Но в середньостроковой перспективе, протягом лета, безумовно, может погärшиться безопасная ситуация. Прямое военное вторжение России, на мой взгляд, это менее вероятный сценарий. Почему? Потому что это просто разрушает всю работу Путина, которую он осуществлял по расколу Запада, по выстраиванию диалога специфического с западными лидерами, прежде всего с европейскими. А тут, если они напрямую попрут на нашу территорию, да еще под российским флагом, все. Ну тогда какой диалог? Тогда, думаю, уже точно надо будет ставить точку на проекте Nord Stream 2. Все попытки наладить отношения и принудить к оппортунизму разных западных лидеров тоже будут разрушены.